Пристройка к школе номер 59 в деревне Марусино готовится к встрече с учениками. Строители уложились в сроки, завершили все отделочные работы и благоустройство территории. На данный момент в здании устанавливают оборудование и мебель. Подробности далее. Расставленные в классах парты, актовые спортивные залы и просторная столовая. Пока здесь все замерло в ожидании школьников. Тем временем в коридорах новой пристройки пока еще находятся рабочие. Распределяют оставшуюся мебель по кабинетам. Уже через несколько дней строители покинут здание. Сегодня мы видим реальный итог того большого труда, который проделан на протяжении нескольких лет. И строительство школы завершено. Мы видим прекрасные светлые помещения, оборудованные кабинеты, специальные мастерские. Проделанной работой остался доволен и глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий. И возведение этой пристройки он держал под личным контролем. За все время строительства несколько раз приезжал с инспекцией. Эта проверка последняя. Поводом для следующего визита станет торжественное открытие новой школы. Мы видим сегодня хорошая школа. Она построена, она светлая, она просторная, она уютная, она и теплая. Это запредельно востребовано у Марусина, потому что тут и две смены, и ребята ездят в ближайшую округу, что не очень удобно. Теперь эти неудобства позади. Пристройка на 400 мест избавит детей от второй смены. В этом здании будет обучаться среднее и старшее звено. Откроют профильные классы естественно-научного, оборонно-спортивного и социально-педагогического направлений. Переход воспитанников 59-й школы в новый корпус начнется после зимних каникул. Луиза Игязарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.